Итак, хотя бы 6-8 часов по мере возможностей, не перегружая. Кто был на семинаре у Сергея Габкина, он предлагал там еще один вариант про чувствование освоения УДЖАИ с открытым ртом. Если кто-то был и помнит свои домашние драки, применяйте, вещь очень хорошая, но уже здесь на штамме мы пробуем сразу все сделать по полной, с закрытым ртом, дышим носом. Продолжение следует... Задержку делайте той длины, чтобы последующий вдох был комфортным, чтобы судорожного схлипывания не получалось. Если так получается, значит ваша задержка получилась на данный момент именно для вас слишком чрезмерной. Делаем ее чуть меньше, все должно быть комфортно. Задержка будет увеличиваться с течением вашей практики раз за разом, поэтому не бойтесь от кого-то или сами от себя отстать. Комфортность пранаями это очень важный момент ее развития, чтобы не нанесли себе травму, потому что травмы, наносимые пранаями, они гораздо более плохие, чем травмы, наносимые астмами. У вас может заболеть какой-то внутренний орган, появятся проблемы с сердцем, чем угодно, с давлением, с суставами, вы их даже напрямую не свяжетесь с тем, что вы там как-то неправильно дышали. А именно в этом и будет ваша причина этих заболеваний. Поэтому очень осторожно, тогда все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... После очередной задержки заканчивая цикл, не бросая его по дороге, на вдохе обычное свободное дыхание. Продолжение следует... достаточно хорошо, корректно, то вы чуть-чуть согрелись. Если вы просто сидели, то вам стало совсем холодно. И последний еще момент, последнее упражнение. То, что вам так или иначе потом пригодится и в практике аштанги и любой другой, это отдельно удеяна банка. Мы еще, возможно, завтра и послезавтра поработаем и над науле, но опять же никакого науле нет без удеяна, начинается все с нее. Я знаю, так сказать, вижу, что многие из вас давно это умеют, кто-то может быть меньше, но продолжать работать и углублять удеяны и науле можно бесконечно. Да, пока, наконец-то, я правильно не достану до макушки и мы не вылетим вверх, понимаешь, что нам уже тело вообще не нужно, все хорошо. Техника выполнения удеяны как она описывается, она достаточно проста и банальна. Взял и сделал. То есть сделал вдох, выдох и не вдыхая, подтянул все назад и вверх. Те, кто пробует делать первый раз, часто просто не понимают, чего все, куда вверх, как подтянул. Но все это побеждается простыми вещами, как просто пробовать, пробовать и пробовать. Сначала вы чувствуете какую-то одну мышцу, две, три, потом начинаете понимать весь процесс, постепенно все у вас происходит. Единственное, чего надо знать и следует пытаться избегать, что здесь лидирующее значение начала удеяны, оно связано с диафрагмой. То есть вы пытаетесь все это подтянуть за счет диафрагмы. За счет работы диафрагмы подтягивается и передняя мышца живота, брюшной пресс и все остальное внутренний орган. Если вы пытаетесь сделать это только за счет мышц брюшного пресса, то вы можете нажить себе такие замечательные проблемы, нежданно, негаданно, усиленной практикой удеяны, как, например, гастрит или язву желудка. Казалось бы, делали хорошую такую практику на здоровье, а появился гастрит. Именно потому, что вы делаете неправильно только за счет мышц брюшного пресса. Надо, чтобы активно участвовала диафрагма, тогда она все подтягивает естественным и правильным образом, тогда все, наоборот, идет на пользу. Ну и регулярность, я уже сказал. Пробуем. Значит, техника осваивается по-хорошему ладьяну банха, стоя, упираясь в бедра, перед зеркалом, с утра, натощак, каждый день, вместо еды. Тогда все хорошо. Если еда есть, а ладьяну времени остается, ничего не получится. Но мы стоя осваивать не будем, зеркало там у нас неудобно сзади. Это все дома, тем более многие делают. А мы попытаемся просто в той позе, в которой мы работали, делать 5-6 недолгих циклов, то есть вдох, выдох и та же самая банха трая, но у нас весь акцент на аудияну. Можем там чуть-чуть сбросить молу, там забыть про это самое, но чтобы была качественная, глубокая аудияна банха. 5-6 раз в своем ритме. Пробуем. Не-не-не, просто свободное дыхание, у нас все мысли о том, чтобы сделать глубокую аудияну. Не аудияя, там ничего нету. Обычное свое дыхание, произвольный вдох и выдох и хорошее на задержке естественно аудияна, то есть не при дыхании. Ага. Для хорошего прочувствования входа в одеяна, посмотрите как делает Яна, после выдоха можете сделать хороший наклон, то есть выдох с наклоном сопровождается и уже оттуда поднимаясь как бы вдыхая, но не вдыхая, подтянуть этот самый живот. Продолжение следует... Продолжение следует... После очередной одеяны мягко заканчиваем, свободное дыхание. Обратите внимание еще на такой момент практики, да? Что поначалу, когда вы осваиваете, главное вам почувствовать эту область. Неважно, что вы делаете, как вы там куда изгибаетесь. Потом, когда у вас хоть что-то стало получаться, следите за всем остальным, чтобы все-таки у вас например грудная клетка оставалась раскрытой. То есть у нас подтягивается диафрагма, а не грудина. Если мы подтягиваем еще и грудину туда, то это не удеяна, это что-то другое, да? То есть в итоговом варианте грудная клетка остается раскрытой. Старайтесь за этим следить. И напряжение мышц, если вы чувствуете, когда вы держите у дьяны где-то у вас что-то не связанное с животом, перенапряглось, старайтесь мягко там опустить. Сначала это неизбежно, да? Вы пытаетесь включить все тело, чтобы там почувствовать, но пытайтесь это мягко опустить, чтобы работа шла изолирована там, где вам нужно. Это касается всей практики йоги. Если мы вытягиваем одну руку, это не значит, что мы должны напрягать мышцы другой. Обычно нетренированные в плане йоги тело человека работают именно таким образом. Как только мы напрягли одну руку, напряглось все. Это лишнее. Мы тратим лишнюю энергию, причем абсолютно бесполезно. Расплетаем ноги из того положения, в котором они у нас были. И уже самостоятельно, одну-две минуты, совершаем движение на восстановление кровообращения. Как мы уже сказали, про шаматанасана здесь наиболее универсальная асана, которая это все делает, но возможны любые другие. Сукасаны, джамасайшасаны, все что угодно. Валя. Валя. horns. Сля. Метанта. Метанта. Продолжение следует... Хорошо. С этим закончили. Дальше надо нам будет, конечно, и подвигаться. Правильно, для чего мы и собрались. Две минуты. Да, если кому-то вдруг нужен туалет, там еще что-то. И после этого мы двигаемся. Буквально два слова. Как происходит обучение Аштамга Виньяси в классах йоги на Западе, где люди менее ментально, или более неважно, отекричены, чем мы. То есть люди делают все с самого начала, никуда не спеша. Осваивают сначала недельку суви на маскар, потом еще недельку кое-как запоминают стоячий блок, потом недельку запоминают завершающий блок, и потом начинают постепенно наращивать, пока не получается вся первая серия. И тогда они уже делают самостоятельно в том ритме, который называется Майсор стиль. То есть каждый в ритме своего дыхания самостоятельно делает свой комплекс, а инструктор только устраняет недостатки. В рамках одного семинара, естественно, если это позволить, за три дня не можем, в принципе, раз. Ну и два. У нас все всегда происходит быстрее. Вот. Учимся мы тоже иногда быстрее. Иногда это хорошо, иногда плохо. Поэтому сегодня мы сделаем суви на маскар, стоячий блок и завершающий. С самого начала будет присутствовать то, что называется аджасмент, то есть помощь, корректировка, исправление асан. Вот. Так что старайтесь это запомнить, а завтра и послезавтра мы уже будем избирать это подробно, чтобы все могли видеть, где и что. Сегодня вы просто это на себе почувствуете. Встаем. Значит, про мантуру я как бы уже все сказал. Обычно она исполняется именно в таких вариантах, которые называются LED-класс, когда все стартуют и заканчивают вместе. При MySource стиле, когда каждый практикует сам, он мантуру полголоса выполняет сам, то есть несинхронно. Как она разучивается? Все очень просто. Ом в начале и в конце мы пропиваем вместе, запоминать ничего не надо. потом один раз, исходя из того, что кто-то из вас совсем, скажем, не знаком, я пропиваю мантру целиком, а потом второй раз мы это делаем вместе следующим образом. То есть я пропиваю одну шлоку, одну короткую, так сказать, строчку. Старайтесь с одной стороны помнить, что я только что пропил, сказал, а с другой стороны услышать свой голос. Не слушайте, что делает сосед. Иначе, если кто-то сбивается, потом по цепочке сбиваются все. Если вы слушаете, насколько он громко поет, чтобы упаси, Бог не сделает громче, то тоже неправильно. Слушайте только свой голос. И в начале, когда пытаетесь запомнить, мой. Вот и все. Собрали духи в намасты перед собой. Собрали внимание. И все вместе поем. Собрали духи в нем. Собрали духи в нем. Ванде гуринам. Чаранара виндем. Сандра-шита. Сватма. Сукка. Бодхем. Ни-ширеси. Джангали. Кайям. Манем. САМСАРА ХАЛЛА ХАЛЛА МОХРШАНТЬЕЙ ХАББАХМ ПУРШАКАРАМ ШАНКА ЧАКРА СИДХАРИНАМ САХАС РАШИРАСАМ ШВЕТАМ ПРАНАМАМИ ПАТАНДЖАЛИМ Ещё раз вместе по порядку. ОМ ВАНДЕ ГРУНАМ ЧАРАНА ВИНДЕМ ВАНДЕ ГРУНАМ ЧАРАНА ВИНДЕМ САНДАРА СИТА СВАТМА СУКХАВ БОДХЕМ НИШЕ СИ ЖАНГЛИ КАЯМАНИМ САМСАРА ХАЛЛА ХАЛЛА МОХРШАНТЬЕЙ ПРАНАМИ ПАТАНДЖАРИМ АББАХМ ПУРШАКАРАМ САНКА ЧАКРА СИДХАРИНАМ САМСАРА СИДХАРИНАМ САХАСРА СИРАСАМ СВЕТАМ ПРАНАМАМИ ПАТАНДЖАРИМ ПРАНАМИ ПАТАНДЖАРИМ ОООООО det Хорошо, мягco вернув рабочую самосхity В принципе, на любом диске, который вы увидите, услышите Где-то по аштанге, где-то мантра пропивается Можно взять произнесение оттуда И, соответственно, это так, к слову, если кто-то из вас вдруг воспылает желанием изучать санскрит, потом подойдете, я вам порекомендую, где и как, или это возможно. Итак, Суринамаскар Эй. Помним, да, что мы дышим с самого начала у джая пранаям. Если нам совсем уже тяжело, мы не можем дышать у джая, задыхаемся просто, мы переходим на обычное полное дыхание. Но всегда про дыхание помним. И я покажу в первой Суринамаскар традиционный санскритский счет то, что мы говорили, что вся винья сосчитается, соответственно, каждое движение, дыхание, все это синхронно. Сначала идет движение, потом дыхание, и отчитывается количество винья, сколько их там есть. Очередной выдох. Экам. Вытягиваемся вверх. Двии. Наклон. Три. Не толкнули центр груди вперед. Чатвари. Прыжок назад. Панча. Собака мордой вверх. Уфамухашванасана. Шат. Откат назад. Адхамухашванасана. Дышим. Пять. Дыхание. Направление взгляда в центр живота на мяча Кадришки. Выходим мы из асовы все одновременно. То есть у кого-то получится не пять дыханий, а семьи, у кого-то наоборот меньше, четыре. Сапта. Сабдохом прыжок в руках мягко. Ашта. Наклон. Нава. Вытягиваясь вверх. Самосетие. Продолжаем. Вдох. Вверх. Выдох. Наглон. Вдох. Прогиб. Вместе прыжок. Чатуранга. Дандасана. Выдох. Уфамухашванасана. Адкат назад. Адкат назад. Адкат. Мухашванасана. Дышим. Уфамухашванасан. Уфамух Viele Suppches. Уфамухasan. Уфамух� pedestals. Уфамуха. ари Tú. Уфамух. Пищи. Пищи. Уфамуха. И с очередным вдохом мягкий прыжок к рукам проник. Выдох на клуб. Вдох, вытягиваясь вверх. Куки чувствуют окружающее пространство. Стопы вместе, большие пальцы вместе. Выдох, самосхитение. Фаст ван, еще раз. Вдох, вверх. Концентрация на большие пальцы рук. Выдох, наклон. Кончик носа, насагра. Вдох, прогиб третий глаз в форматке. Чатуранга, выдох. Насагра. Удхамухашванасана. Третий глаз. Адхамухашванасана. На бичакрадриште. Смотрим в центр живота. Когда мы смотрим в центр живота, у нас образуется некое преддверие жлангхара банки, подбородочного замка. Но при этом мы следим за тем, чтобы замок не был полным, иначе мы не сможем нормально дышать. И что если мы не видим нашего живота по любой причине, да, широкая грудная клетка, большая грудь, еще что-то, мы не стремимся загнуть голову так, чтобы обязательно этот самый живот увидеть. Главное направление взгляда, то есть куда мы смотрим. Главное направление взгляда, то есть не перебарщивать в этом. Вдох. Мягкий прыжок к рукам прогиб. Вдох. Вдох. Поднимаемся вверх. Вот здесь ангушный морщик. Выдох. Сам морщик. Сверним, чтобы дыхание не сбивалось. Один сделали вдох, выдох, помежуточный. Почувствовали, что все нормально, ровно, дыхание не сбилось, осталось уджарить. И вариант B. Вдох. Уткатасана сгибая колени, коснулись земли. И поднялись вверх. Выдох, наклон, выпрямили колени Вдох, потянулись, хороший прогиб Мы уже разогреваемся Китуранга Дандасана, выдох Уртха Мухашванасана, сильные руки Откат назад Адха Мухашванасана Левая стопа сзади, правая согнутая в колени вперед Это все, мягкий вдох, ирабадрасана один С выдохом, возврат Китуранга Дандасана Прогиб Откат назад Смена стороны, левая нога пошла вперед Таз закрыт, перпендикулярно линии соединяющей стопы Выдох, возврат Китурангу Собака мордой вверх Откат назад, собака мордой вниз Дышим В переходном движении, из одной собаки в другую Хорошо задействуйте руки Но следите за вашей поясницей Чтобы не было передозировки, нагрузки туда Чтобы она не перенапрягалась И не зажималась Следите за вашими руками Пальцы рук раскрыты и вытягиваются Ладонь расширяется Пытается вдариться в ваш мак Со вдохом, мягкий прыжок к рукам пройдет Выдох, наклон Вдох, суткатасаны, сгибаясь, сжимая колени вверх Самостите И вдох, суткатасаны вверх Выдох, наклон, выпрямляя колени Вдох, прогиб Читуранга, выход Уртхва Хорошо вытягиваемся за центр груди Адха Адхак назад Правая нога вперед Вирабадрасана Задняя нога полностью стоит на стопе Возврат Читуранга Дандасану Опака мордой вверх Откат назад Смертная сторона, другая нога вперед С выдохом воздавши Турангу Пройдем Откат назад Дышим Для хорошего вытяжения в этой асане Естественно, ни руки, ни ноги у вас скользить не должны Поэтому, используя Те возможности и невозможности, которые есть Маты, носки, их отсутствие, перчатки, все что угодно Старайтесь, чтобы упор у вас был жесткий Если вы плывете, естественно, вытягиваете что-либо сложно Со вдохом вместе прыжем к рукам прогиб Упекаем, стоим собаки чуть дольше Выдох, наклон Вдох, суткатасана и вверх Стопы вместе, колени вместе Сама си Последний раз Ласт ван Вдох, вверх, суткатасана И все коснули с земли Выдох, наклон Вдох, хорошо потянулись вперед Полет назад Четурангу Не сбрасывайте ноги, а полет Утхамухашванасана Откат назад Атхамухашванасана Правый вперед Вербадрасана Не отрывайте руки, когда вы ставите ногу вперед Только потом отрываете Возврат Четурангадандасана Собака мордой вверх Откат назад Собака мордой вниз Смена стороны Вербадраса не один Не ставьте ноги Слишком широко возврат в Турангу Правый Откат назад Дышим Смена стороны Смена стороны Вербайпур 쌍 sera Месяц Желфи Верброд Верброд Смена Со вдохом мягкий прыжок, рукам прогиб, выдох, наклон, вдох, субкататься наверх, хорошо раскрывайте ваши плечи, выдох, самос, мягкий прыжок, стопы на ширину таза, складывается изобедренных наклон, захват за большие пальцы ног, это все был длинный вдох, а с выдохом локти уходят в сторону, вы сложились, два листочка бумаги, вытягивайтесь вниз, но это все следствие, а нам надо хорошо вытянуть спину, почувствовать вытяжение всего позвоночника, не сгибайте колени, старайтесь удерживать жестко коленные суставы, растягивать подколенные сухожилия и вытягивайте спину, пытайтесь почувствовать крестец, поясницу, грудной отдел, не опускайте сильно вниз плечи, зажимая уши, отводите их чуть в сторону и вверх, и локти ваши стараются уходить в сторону, а не внутрь. Завтра все будет гораздо быстрее, сегодня мы специально удерживаем дольше, чтобы успеть прочувствовать, что-то поправить кому-то, не бойтесь упасть, это не удастся, просто вытягивайтесь вниз. хорошо, со вдохом ладони на землю перед собой, выдох, завели их под стопы, вдох опять потянулись вперед, и с выдохом опустились, в падах астасана. Следующая поза развивая предыдущую. не забывайте дышать, или уджая, или свободное дыхание, если уджая, не забывайте про банки, не дышите уджая с животом, так не бывает. Со вдохом ладони на землю перед собой, не достает кончики платья, и суть важно, в этом положении выдох. Руки ушли на колес, вытягивайтесь, вдох вверх. Выдох, сам восхитение. Цикл триконасаны. Со вдохом намасты перед собой, сгибаем колени, мягкий прыжок вправо, разворот, стоп вправо. И с выдохом вытягиваясь за правой рукой, мы беремся за большой палец ноги, раскрывая таз, грудную клетку, плечи. Левая рука уходит вверх. Оставь, Редришни, взгляд вдоль поднятой руки. Дальше пытаемся все наше тело, чтобы осталось в одной плоскости. Раскрытый таз, грудная клетка, рука. Для этого работаем квадрицепсами с большими мышцами бедра задней ноги, отводяйте вверх и кнаружи. Хорошо подтянуты колено передней ноги. Не перенапрягаем шею. Шею не перенапрягаем. Если не удается смотреть вдоль руки вверх, смотрим чуть ниже. Большой палец обеих ног жестко прижимается, не висит в воздухе. Это точка равновесия. И вдох, поднимаясь вверх, мы разворачиваем стопы в другую сторону. С выдохом вытягиваясь за левой рукой, входим в пасу на другой ноге. Стопы стоят на одной линии. Таким образом, что продолжение пятки передней ноги приходит в свод стопы задней. Есть вариант, когда продолжение пятки приходит к пятке задней ноги. Фактически оба варианта похожи, имеют право на существование. ноги не стоят на параллельных линиях, как используется в некоторых других стилях. с вдохом мягко поднимаемся вверх, разворот стоп и все таза. Таз должен быть перпендикулярен вашему коврику. Грубо говоря, да? И хорошо вытягиваясь, вставляя таз на месте вперед и вниз. Левая рука становится за правую голень. Если совсем сложно на нее. И вы пытаетесь скручиваться. Таз должен быть на месте. Если вы совсем не чувствуете, положите правую ладонь на крестец и отследите, чтобы ваш таз не двигался, а скручивался только плечевой пояс при расслабленной мягкой поясничной области в животе. Дышать не забываем. Помним, что вся аштанга – это движение, нанизанное на дыхание. Если кончилось дыхание, кончилась практика, началась простая, чуть-чуть эзотерическая физкультура. Вдохом поднимаемся вверх. Все время вытягиваемся. Разворачиваем таз и стопы. Выдох. Втекаем ласану и левой ноге. Если у вас уже все вроде как получилось, больше втягивайте нижнюю лопатку, раскрывая грудь и выпрямляя спину. Всегда следите за расстоянием между ногами. Вы должны стоять так, чтобы была опора, вес распределен между стопами, не висеть на одной из ног. Но как только вы повисаете на одной ноге, вы тут же начинаете терять равновесие. Вдох. Со вдохом поднимаемся вверх. Стопы параллельны, с выдохом, мягкий прыжок или шаг самостоятельно, стопы вместе, цикл паашу-кунасаны, также вдох-намастер, согнули мягкий прыжок вправо, разворот стоп, и сгибая правую ногу до прямого угла, вытягиваем бок, опускаем ладонь за бедром, левая рука продолжает линию тела, астагра-дришни. Старайтесь не проваливать колено с согнутой ноги внутрь, старайтесь раскрывать таз, то есть опять же все в одной плоскости. Не теряйте заднюю ногу, мы еще разберем эту позу более подробно, она сложная. Ваша задача вытягивать всю верхнюю линию. Какая-то часть этой линии у вас не ощущается, значит там что-то не совсем так. Хорошо, вдох, поднимаемся вверх, разворот, стопы, талу, выдох, вошли в асану, к левой ноге. Рука, которая у вас на земле, она не опорная, вы на ней не висите, да? Она у вас для чуть лучшей скрутки. Она фиксатор вашего баланса, но она не опорная, на которой вы висите. Старайтесь коленом с согнутой ноги отталкивать плечо, а плечом этой самой нижней руки отталкивать колено. И это движение у вас переходит в область таза, еще больше его раскрывая. Не теряйте заднюю ногу. Не старайтесь просто банально опуститься ниже. Если бы нам была цель опуститься ниже, мы просто бы сели на коврик и сидели. Вдох, поднимаясь вверх. Развернули стопы в другую сторону, закрыли таз, сделали его перпендикулярно. И с выдохом, сгибая опять же колено, мы опускаемся вниз. Самый простой вариант опустить заднее колено для баланса, если этого не нужно, остается нога прямой. И мы пытаемся левый бок завести за правое бедро, достать наш живот, если даже его нет, и рукой опереться за бедро. Задняя стопа по возможности на земле, это совсем пока недостижимо на пальцах. И, раскрываясь, скручиваясь, опять же, верхняя рука продолжает линию тела, линию бока, а задняя нога тянется назад. И все то же самое, хаста, говорит, лишь ты взгляд в доль руки. Смотрите, чтобы зацеп был жесткий. Если вы не зацепились за колено, нет основы, рычага для скручивания. Дышать не забываем, не забываем. Помним, что это главное. Асама придет. Степенное отдыхание, это основа. Отлично. С вдохом раскрутились вверх стопы параллельно. Сильное тело, не поднимаемся, как уже инвалиды. Мы еще не инвалиды. Выдох, мягкий прыжок, сам ахтедей. Отлично. Цикл просовета под атанасами. Ход точно такой же. Мягкое намазто согнули колени. Прыжок. Стопы параллельны. Так и остались. Руки в стороны. Ушли. С выдохом мы опускаем ладони между стоп на землю. Если это пока очень сложно, чуть дальше вперед. На вдохе мы хорошо вытягиваем нашу спину. Позвоночник вылезает из таза. Это был вдох. И с выдохом мы складываемся. В тазобедренных суставах. Локти смотрят назад. Ладони широко раскрыты. Колени жестко подтянуты. Если голова у нас оказалась на земле, вы, конечно, молодцы. Но задача вытягивать спину. Чуть позже стопы у кого голова на земле. Так, чтобы мы чувствовали вытяжение спины, а не то, что мы стоим на голове. Насагра дрифти в эти асане. Со вдохом подняли голову. Выдох, вернулись вверх ладони на поясе, пока возвращаемся. Это был вариант A, просто это подраздностный. Вариант B. Вдох, руки уходят в стороны. Почувствовали вытяжение всех боков. Выдох, вернули их на пояс. Вытягиваем руки, позвоночник вверх. Мягкий прогиб. Выдох, пошли вперед и вниз. Руки остались на поясе. Колени подтянутые под вицепсы работают. Пальцы ног вытягиваем. Не пытаемся проткнуть коврик. Приборее казенный татапик. Да? Вот приедет Андрей. И выщет строго совсем. Поэтому пальцы ног вытягиваем. Вытягиваем. И пытаемся дальше продолжить вытяжение спины. И почувствовать ее. Всю спину. Это сложно. И все сразу. Мы пробуем. Иначе этого не будет никогда. Для кого-то это легко. Они пытаются поймать более глубокие нюансы. Те сектора, которые у них меньше задействованы. И посмотреть со стороны. Это потом еще разберем. У кого где-то что-то не совсем вытянуто. Позвоночки торчат. Их видно. Если вся спина вытянута ровно. Позвонков не видно. Со вдохом поднимаемся вверх. Вся спина работает. Не висим на пояснице. Выдох. Вариант С. Вдох. Руки уходят в стороны. Также вытянули бока. Выдох. Замок за спиной. Жесткий кистевой замок. Жестко собранные локти. Локти и мягкие плечи. И вдох. Потянулись вперед и вверх. Неглубоко. С выдохом. Дальше вниз. Вариант С. Стараемся освободить плечи еще больше. Еще больше. Еще больше. Стремясь достать. Точнее не стремясь достать. А когда мы хорошо их освободим. Они просто запястье дадут на землю. Но для тех, у кого это получилось, и это еще не все, они продолжают дальше вытягивать спину. Каждый вариант Асаны углубляет какие-то нюансы. Они разные. И один другой не заменяет. Водришьте. Водришьте. Хороший вопрос. Носа водришьте. Во всем цикле. По сайте Падатанасана мы смотрим на кончик носа. Со вдохом мы поднимаемся вверх. Используя сильные мышцы спины. Идя укрепляющиеся еще только пока. Выдох. Вернули ладони на пояс. И вариант Д. Вдох. Вытягиваем руки в стороны. И опять же с наклоном в захват за большие пальцы ног. Как брались Триконасане. Скорректируем расстояние между ногами. Вдох. Потянулись. Выдох. Опускаюсь. Локти уходят у нас в стороны. Задействуются мышцы рук, которые у всех есть. Вижу, у всех есть. Таким образом мы дотягиваем боковые части нашего корпуса. Затягиваем весь позвоночник. Но не зажимаем грудную клетку. Не зажимаем плечи. Не забываем дышать. Почувствуйте, это позвано, последнее в цикле. Постойте в ней радостно. А вдохом поднимаем голову ладони на землю перед собой. В этом положении мягкий выдох. И вдох. Ладони на пояс поднимаясь вверх. Сильная спина. Не повисайте в пояснице. Выдох. Мягкий прыжок. Сам артист. Обычно в каждой асане вход и выход занимает ровно один цикл дыхания. Но в период освоения мы никуда не спешим и стараемся сделать более качественно. Следующая поза Паршута Насана. И осваиваем медленно. На вдохе руки пошли в стороны и назад. Пытаемся сложить руки за спиной в намасте. Каждый свой вариант. И поднять это намасте повыше. И после того, как подняли повыше, задались вопросом. Зачем оно нам там надо? А для того, чтобы опять же распыть грудь. Центр груди толкнули вперед. Плечи и локти назад. Поясницу назад. Почувствовали? Вот оно пошло. И дальше не теряя этого намасты. Мягкий прыжок или шаг, чтобы не потерять равновесие вправо. Закрыли. Раз. Все выровняли. По готовности на вдохе раскрывает грудь. Хороший прогиб. Побыли в этом прогибе. Прочувствовали его. И с очередным своим выдохом продолжая вытягиваться, пошли вперед и вниз. Если вытяжение хорошее, первое ложится живот на бедро. Потом грудь и голова опускается последней. Если вытяжение плохое, голова все равно опускается последней. В том числе и голова. И не отпуская намазы, вдох, поднимаемся вверх, с выдохом разворот стопы всего таза в другую сторону, симметрия таза, хорошая опора на обе стопы, по готовности. Вдох, опять сделали прогиб, побыли там один цикл дыхания, прочувствовали, что равновесие на месте нас никуда не шатает, и после этого на выдохе пошли вперед и вниз. Помним, что стопы стоят на одной линии, вверх и передней приходят свод стопы задней, хорошая опора на обе стопы. Вложение таза очень важно. Если он у нас не закрыт, то в наклоне наш позвоночник начинает не вытягиваться, а скручиваться штопором. Одни позвонки наезжают на другие, мы радостно тренируемся день за днем, они истираются, вместо пользы у нас в случае проблем в спине, добавляется к тем, которые уже были. И вдох, поднимаемся вверх, вылев стопы параллельно, мягко отпускаем наши намазы, шажок вперед, наказали самофигу. Одно дыхание восстановили, порадовались, что сегодня сегодня есть такой шанс, завтра его не будут. Ну, хита хаста, подангурт хасана. Вообще делать балансовые позы на таком покрытии, дело достаточно сложное, да? Но, возможно. И, как говорил с вами правильно Андрей Лапов, что если уже освоите здесь, а потом на жестком покрытии, будете стоять как стол. Но, все-таки, по возможности лучше практиковать на жестком, а не на мягком. Мягкая техника освоения. Опора на левую стопу. Поднимая правую ногу коленом вверх, захват за большой палец. Прочно, зацепились, жестко. И пытаемся раскрыть переднюю поверхность тела, вытянуть, раскрыть грудь. После того, как это получилось, мы выпрямляем осторожно ногу, а они не выпрямляются, две ноги оказались согнуты. Тогда пытаемся выпрямить хотя бы одну, не важно какую, потом осторожно другую. Так осторожно, по возможности, выпрямить фобию. И если это получилось, наклонились к поднятой ноге. Продолжаю вытягивать грудную клетку. Одна рука держит, не две. Одна, левая на поясе. Дышим. На вдохе выпрямились. И выдох, нога пошла в сторону. Таз остался на месте. Не поднимаем его вверх, а только отводим ногу в тазобедренном суставе. Высота не играет роли. Мы не занимаемся гимнастикой, помните про это все время. Насколько получается. И сделали то, что смогли. Если еще не упали, а если упали, не страшно. Взгляд в сторону, пашу, дышите. Другой от поднятой ноги. Ага. И каждый отслеживает свои ощущения. У кого-то лучше, хуже, это не играет роли. Ваши ощущения играют роль. Отлично. На вдохе вернули ногу вперед. Захватили ее второй рукой. По возможности. С выдохом попытались сложиться, подтягивая к себе ногу, а грудь к ноге. У кого что получается. Опять же, глубина не играет роли. Хорошо. Вдох. И вдох выпрямляет корпус. С выдохом обе руки мягко уходят на пояс. Вариант С. Мышцы бедра опорны, мышцы бедра подняты. Работают они. Пресс не работает. У нас там вообще подтянута, да? Только работают мышцы ног. Вдох. Держим. И пятка вниз, пальцы на себя, чтобы избежать сжатости икры. С выдохом. Само. Хорошо. То же самое с другой ногой. Опора направо. Поднимаем левую. Захватили за большой палец. Раскрыли грудь. Все чуть быстрее, но также осознанно. Вытянули ногу. Ложились к ней. Хорошо. Вдох выпрямились. Выйтик. Нога пошла в сторону. Тут мне говорят, что вы гоняете всех без носков. Это правильно. В каждом у нас переслой устал. Но если вы хотите делать качество, никто вам не мешает принести свой коврик и уже на нем возвращаться как только хотите. для вашей пользы. Для вашей пользы. Можно дополнительный вызов. Для вашей пользы. Очень хорошо. Вдох. 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 Вернули ногу вперед. Вдох. 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 Тяжелая поза, еще одна. Дыхание. Часы ходят неправильно. Тойка было Вдох. Опоры на левую ногу. Следующая поза. Адха-бадха-падма-танасана. Поднимаем правую. Это подготовительный вариант. Мы чуть-чуть подтягиваем ее к себе. Почти как предыдущий. Затем выкладываем голень. Как будто на стол перед собой, параллельно земле Левая рука поддерживает снизу голеностоп Правая мягко на колени И пытаемся, естественно, у всех получается по-своему Почувствовать вращение в бедре Не в колене, не в голеностопе, а в бедре То есть несколько таких движений Заметьте, что пятка еще не на животе У нас стол вот здесь И мы выложили голеностоп в параллельно нашему телу От пятки до живота полметра При таком прямом угле можно почувствовать хорошо работу в бедре Когда пятка вот здесь, уже все сделано, что там вращать И вот когда мы сделали то, что нужно Мы пятку поближе к животу приближаем И докручиваем, насколько получается Если возникает боль в колене, вот здесь Значит здесь и оставляем И можем до конца в полулотос До конца в полулотос У кого высоко полулотос все хорошо Делаем или пытаемся делать захват Одноименной рукой за спину Захват Если эта рука совсем не достает Есть вот такой вариант Захват одноименный, другая за предплечье Дальше Руку можно поднимать, это хорошо Если тяжело, можно не поднимать вдох Выдох Вперед и вниз Отслеживая фундамент стопа Прижатый большой палец, вытянутые остальные Дальше пытаемся держать прямое колено Дальше следим за коленом полулотоса И дальше вытягиваем спину То есть снизу вверх мы вытягиваемся Если в какой-то точке А главное беречь колено У нас возникает что-то не совсем так Дальше не идем Если мы совсем не можем достать Ни одной, ни двумя руками земли Можно использовать стену Но в принципе все, насколько я вижу Из присутствующих Так или иначе полу достать могут Хотя варианты стены мы еще разберем На вдохе мягко поднимаемся и вверх Колено опорное нужно чуть согнуть Это не страшно, связки дороже Выдох Осторожно освобождаем ногу Освобождая ногу Мы помним, что если у нас свободный лотос Мы просто освободили и все Если у нас возможны даже гипотетические какие-то проблемы Лучше сначала поднять колено вверх Затем освободить эту ногу И уже в таком положении опустить ее вниз Мы избежим момента опускания Какого-то смещения колен Пробуем с другой стороны Свой ритм Кто делает в одно дыхание Вспоминаем, что вдох Это полу лотос Захват, вытяжение А выдох Это наклон Кто делает не в один цикл Не спеша Прорабатывает бедро Все очень медленно Осознание там И тогда Только опускаем Наша задача Дальше и глубже прочувствовать свое тело На каком бы Этапе пути мы не были Попытаемся Побыстрее забраться в асану И в боках То и смысла в этой работе особо нет Теперь я запрещу Подписывайтесь на канал Каппират И в точку Это не так Асану Ясно Асану Ясно 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 Молодцы, на вдохе поднимаемся вверх, у кого нет проблем ни с вытяжением, ни с полуодовцем, на хорошем вытяжении, не провязая остальные как могут. Вы как осторожно освобождая, но у вас в отца мастерии. Жестко собрали коленные суставы, прочувствовали, что они становятся более компактными со всех шести сторон. Это элемент травмы безопасности. Цикл уткатасаны. Вдох, вытягиваясь вверх. Выдох, наклон. Вдох, хороший прогиб. Прыжок чатуранга, выдох. Вдох, отхомухашванасана. Откат назад. Используйте больше ваши руки. Отхомухашванасана. На вдохе прыжок к рукам прогиб. И с выдохом сгибая колени. Фиксацию откататься. Стопы стоят вместе. Взгляд в зенит. Урт, квадришки. Шея мягче. Клопчик тянем вниз. Концентр груди вверх. Таз опускаем ниже по возможности. Как только поясница начинает сильно ругаться, ниже идти не стоит. Хорошо. И так как собрались все исключительно здоровые и молодые, выход будет с бакасаны, которые все знают. Выдох. Опускаем ладони на землю, одновременно выпрямляя колени. Вдох, фиксация бакасаны. И выдох сброс ног в чатурангу. И дальше отхомухашванасана. Откат назад. Отхомухашванасана. Левая стопа сзади, правая согнутая в колени вперед. И рабодрасана один. Задняя стопа полностью на земле. Полностью на земле. Таз полностью закрыт. Весь корпус вытекает вверх, как будто сила тяжести не вниз нас давит, а выталкивает вверх. Вот здесь по урху дрижки взгляд зенит. Если у вас плечи раскрыты хорошо, это совпадает с ангурсом отчаясь большими пальцами рук. Если у вас плечи раскрыты слишком хорошо, вы рук не видите, они где-то сзади. Они раскрыты плохо, они впереди. Но смотрите, вы в зенит, а не за руками. Руки остались сверху и тянутся. Вдруг напрямляем колено, разворачиваем стопы и таз влево. Выдох, сгибаем другую ногу. Хорошо, теперь ноги остались на месте. Вдох, раскрываем таз, руки уходят в стороны. Раскрываем грудь. Выстраиваем всю асану в одной плоскости. Теперь бадраса на два. Последний штрих, взгляд вдоль руки, согнутые ноги. Пашу дрижки, пашу в сторону. Коленочку заднюю не сгибайте. Теперь на вдохе выпрямляем согнутую ногу. Позвоночные стопы в другую сторону. Выдох, сгибаем вторую ногу. Входим в асану в другую ногу. Голень согнутой ноги остается вертикальной. Коленка над пяткой. Если есть возможность у вас уйти ниже, чуть отводим заднюю ногу. Но вертикаль голени – это незначащий нюанс. Если на плакате ее потом увидите, на маленьком шарат делать не так, то это просто, опять же, травма и безопасность вашего колена. Если вам не жалко, можете колено водить вперед – это не проблема. Если жалко – держите голень вертикально. И со вдохом руки пошли вперед и вниз. Выдох. Нога назад. Чатурангадандасана. Уххамукашванасана. Откат назад. Адхамукашванасана. Проброс ног вперед, легли на спину. Как проголосовать ноги вперед? Подробно мы разберем завтра, пока легли на спину. 5-7 дыханий. Просто отдыхаем. Это еще не шавасана. Но тело надо чуть-чуть расслабить. При этом стараемся не потерять внутренний огонь. Стараемся не потерять концентрацию внутри. Внимание не отпускаем. Все разог�은 телоiku. Все разог始 Fol explicания правильно. Все разогvalues т� hm saints. eng Играет музыка В принципе, сам стоп-сет или заключительная серия The Finishing Series Начинается с цикла Сарлангасаны Но к стоп-сету напрямую примыкает Особенно в первых двух сериях В цикл бэкбэндинг или прогибов назад Это самый безопасный вариант осваивать прогибы То есть после того, как мы хорошо в течение комплекса Вытянули спину Вытянули весь позвоночник Прочувствовать, тогда можно начинать прогибаться В самом первом приближении цикла бэкбэндинга Это просто пять подходов В опыте нурасани Или позе моста На продвинутом уровне при опыте практики Эти пять подходов превращаются в длинную серию Чуть ли не полчаса С вариантами выхода из положения стоя Стоек на руках И так далее Но Учитывая, что мы сегодня только первый день Некоторые познакомились только недавно с этим Вообще спешить никуда не надо Впереди вечность Мы просто делаем хороших пять качественных подходов Согнули колени Подтянули их к животу Есть дисбаланс В области спины Несколько небольших крикатов вперед-назад Это дополнительный момент Его естественно в комплексе нет Поставили стопы Области таза Стопы параллельно И хорошо вытягиваем руки за головой Пытаясь отпустить плечи Если нет такого ощущения Можно взяться большими пальцами Один за другой Чтобы еще лучше Затем поставим ладони Ниже к плечам Не надо сразу подниматься В свой самый крутой вариант Просто поближе к плечам И на вдохе Колени пошли вперед и вверх В центр живота вверх Вы так вошли Упад к кону разному И кто-то устает раньше Чем я скажу Выходит раньше Стопы параллельны Опять же ваша травма безопасна Ничего не сделано Просто для красоты И ты пальчики внутрь Пяточки снаружи Пяточки снаружи Выдох Мягко опустились вниз Вдох Отдыхаем Пяточки снаружи Опускаем И вдох Опять пошли вверх Я смотрел У всех сильные руки Сильные ноги Главное Чуть-чуть больше Внимание И выйти назад Голова Голова свободна Голова свободна Мы смотрим на кончик носа Голова расположена свободно Не напрягаем шею Не назад С эту банку Не поднимая вверх Она просто свободна Выдох Выдох Опустились вниз Выдох Был третий подход Для второй Третий подход Вот Ну и так Я считаю И с обдохом Подняли сверх В четвертый Понятно, что кому-то Более сложно Естественно Кто-то имеет большой опыт Практики Кто-то недавно Но это могут сделать все Мягко Опустились Так И тут Нужно пожалеть Еще два дня Одно дыхание Отдохнули Третий Пятый подход И на В итоге Последний Пятый подход Помнили, что В йоге Должен быть Табос Вы пришли Двигаться Развиваться Начинаем Мы все С тела А оно требует Некоторые Узды Как переводят Как йогу Иногда Твоя беда И это правда Если узды не будет То ничего не сложится Хорошо Мягко Опустились Вниз Одно-два Дыхания И компенсация Пашиматанасана Хорошо Сладели вперед Как делается Пашиматанасан Традиция Ашканги С помощью Покажем Вам еще Потом Все впереди Сейчас все Просто попробовали Задача Хорошо Вытянуться И если Сделать Все правильно И с помощью Инструктора То Действительно Компенсация Будет Плохой Традиция 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 Расслабляйтесь И дыши У вас хорош Все нормально Расслабляйтесь Завтра будет Крепатура Когда-нибудь Мы вообще Все умрем Об этом Думать не стоит Молодцы Но еще раз Думать Все это Подробно Разберем Чтобы всем Было понятно На Доки Мягко Поднялись С выдохом Вернулись В положение Лежа На спине Самое Всеми Любимое Но не Единственное Необходимое Нам для Развития Надо еще Много Чего Делать Дальше Пошел Непосредственно Сам Стоп Сет Который Начинается С Цикла Сарвангасаны Укреждаю Вопрос Весь цикл Сарвангасаны У нас На Сагра Дришки Самая Распространенная Точка Дришки А именно Кончик Носа Вот Сарвангасаны Может быть Разным Но в любом Случше Он должен быть Правильным Согласованным С ритмом Дыхания Самый Простой Это На Два Цикла Дыхания Так Чтобы Тело Просто За дыханием Ишло Без напряжения Мышл А именно На Вдохе Мы поднимаем Прямые Ноги Вверх С выдохом Они уходят За голову Вдох Подхватываем Спину Выталкивая Таз Вверх Выдох Выпрямляем Ноги Вверх Дальше Мы пытаемся Чуть-чуть Вытянуть Шею И раскрыть Грудь И только Тогда Входим В максимальный Слой Вариант Стараясь Как можно Лучше Выпрямить Вверх Ввертикальное Тело Сарвангасана Которую В ранних Книжках По йоге Называли Позой Свечи Конечно Не поза Свечи Но Некая Правильность В этом Есть Потому что Слово Свеча Указывает На Вытяжение Вверх Это Вы можете Неверно Сосемь Другая Поза Да Кто Был Доктор Агапи На семинаре Помнит Что Он Сказывал Про Нираламбу Сарвангасану И Вот Воздействие Вот Вот Так Вот Да Нираламбу Сарвангасану И Саламбу Сарвангасану Абсолютно Разно Хотя Позы Похожие Можно Подумать Что разница В крутизне Здесь С руками Здесь Без рук А здесь Вообще На одном пальце Стоит Просто Разные Раздействия Стараемся Ноги За голову Не заваливать Ноги Вертикальны Время Маленький Тест Независимо От того Мужчина Или Женщина Если Правильно Вертикально Вы Тянетесь Вверх Вы Своих Ног Не Видите Вы Видите Только Кончики Пальца А Если Видите Все Ноги Значит Вы Где-то Проварились В области Таза Или Еще Что-то Ага Вот здесь Положение Пальцев Вот такое Пальцы Дышать Дышать Не забываем Дышать Не забываем Очередной Вдох Вдох С выдохом Опускаем Мягко Ноги За Голову Ставим Неспеша На Пальцы Иногда Начинаем Падать Почему Опуская Ноги За Голову Таз Надо Подойти Вперед Чтобы Сохранить Баланс На Плечах Не на Мощной Шее Бугрящейся Мышцами А на Плечах Сила Напрямую Взерги Вообще Не используют Для Этого У нас Есть Тяжелая Атлетика Теперь руки Кто еще этого не сделал За спину В замок И мы тянем В замок Расслабляя Плечи В одну Сторону Пятки Ног В другую А позвоночник Вертикально Вверх Стараемся Выстроить Нашу спину Как одну Прямую Линию С основания В области Мышц Плеч Завершением В копчике Дышим Само собой Я не против Использования Кем-либо из вас В практике Всяких Хаста-мудр Запурна-мудр Знаний-мудр Ради Бога Для справки Скажу вам Что в аштанге Их нету Кроме как Сидящий Лотос И замок Это и есть Замок Но если вам Это чем-то Помогает Вытягиваться Ради Бога И лишний Догмадизм Все равно Всегда Практике Мешает А через Вдох И с выдохом Переставили Ноги на подъем Мы достаточно Выдвинулись Чтобы фиксация Халасан Когда ноги Стоят Нет Просто на подъем Стопы Халасан Со стопами На подъем Все остальное Осталось Таким же Если вы Хорошо вытягивались Обратите внимание На изменения Ощущениях Мышц ног Когда они стояли На пальцах И пятки Тянулись А теперь Они стоят На подъеме Это разница И есть Молодцы И теперь С выдохом Колени К плечам И ушам Старайтесь Именно поставить Колени К плечам И ушам Если они у вас Достают до ушей Но не достают до плеч Толкайте Лучше копчик Вверх Вытягивайтесь Если они у вас Пока не достают Не до чего Тоже вполне нормально Вы можете руки Из замка Перенести Назад Поставить на стопы И руками Помочь себе Притянуть колени Но при этом Все время Позвоночник Идет вверх Поймите Осознайте Для чего это делается Не для провисания Там или сям Вы всегда помните Что главное Это ваша спина Молодцы На вдохе Ноги выпрямили И выдох Вариант Ухо подмазанный Или любой другой Ухо поддерживающий позы То есть Руки пока остались За спиной Как опора Пытаемся сложить Ноги У кого есть лотос У кого нет Бабочку Батаканасан Или просто Сукасан Во что-нибудь Просто лотос есть Не обязательно Складывать руки В руку Можно помочь рукой И потом Вы пытаетесь В том что получилось Поймать баланс На мышцах плеч Не перегружая шею И вытянуть Позвоночник вверх Движения Высты очень тонкие Когда вы начинаете Что-то делать резко Так вы теряете баланс И кто это сделал Без проблем Руки перенес Под колени И пытается Оттолкнуться От колени Неважно У него там Сукасана Или подмасана И таким образом Натянуть все Три линии Вашего треугольника Представьте Что вы сидите В позе лотоса Или в сукасане Отталкиваетесь От колени Вытягиваете спину Полностью Аналогичная поза Только вас перевернули Вы сидели Закрыли глазки А вас сразу перевернули Поставили на шею Вы открыли его Не внизу Не наверху А все так же То же самое Дышать не забываем Хорошо У кого лотос Прижали его к себе И обхватили замком Пендасана У кого лотоса Пока нет Хорошо У них все впереди Вернулись Карна Пендасана Колени Крича На уши Шея в любом варианте Остается такой Чтобы можно было дышать Что вы сделали Пендасана А дышать уже не можете Для трупы Эта поза Абсолютно бесполезна Их обычно Располагают Привод Если вы дышать можете Очень хорошо Отлично И теперь Отпуская руки Мягко раскатываем Ваш позвоночник Позвонок за позвонком По земле Возвращаясь В положение лежа У кого лотоса Храните его Не расплетайте У кого ноги прямые Оставьте их прямыми Кто еще вдруг не знает В момент этого переката Начинает отрываться Шея от земли Не пытайтесь ее Удержать Как только вы в положении Лежа перейдете Она сама мягко Вернется на коврик Отлично Матиасана Поза рыбы Пытайтесь Таз расположить так Чтобы седалищные кости Были на земле Можете помочь себе руками Хороший прогиб Поставьте Глубже голову на макушку Дальше Если у вас лотос Захват за стоп Если у вас лотоса нет Локтевой замок То значит Левая рука За правый локоть Правая подлевая И тянем его За голову К землю Но при этом Браги Голова на макушке Если лотоса нет Нужны прямые Если лотос есть То за стоп Вы притягиваете их к себе А колени наоборот Вперед Еще лучше прогиб То есть Вы себя в разные стороны Растягиваете Локти не туда Носки здесь не самое важное Локти Достань Все правильно Только замок вот здесь И тянем его Оттуда А голова стала прогиб Вот глубже прогиб Оп И тянем вот туда Вытягиваем голову Оп А ноги тянем вперед О Отлично Еще лучше Молодцы Расплели И руки И у кого лотос ноги Поправили прогиб Голова сползла Как мы все знаем Если там волосы еще остались То она сползает Вот Если не остались Прошу тоже сползает Если татами Поправили прогиб И вот та Нападасана Ноги Согнутые вместе 30 градусов от земли Руки Ладони вместе Параллельно ногам И тянем Конечности вперед Голова стоит на макушке Если все получается Отследили У нас не напрягается пресс У нас не напрягается поясница Мы вытягиваем себя За конечности вперед Голова на макушке На макушке Ну уже жрать на макушке Это так Хоп О И ноги ниже Вот Отлично Ну что Хорошо Опустили на вдохе Мягко Ноги и локти А с выдохом Опять начинаем Раскатывать Позвоночник Последний Поднимаем голову И заглядываем вперед То есть Дотягиваем еще и шею Тогда мы дотянули шею Почувствовали всю спину Отлично Вернули голову на место Места у нас много Дальше Чтобы нам Пойти дальше Виньясу В связку Надо сделать что? Чакрасан Колесо То есть мы группируемся И делаем мягкий Курок назад Стараясь две руки Использовать одновременно Чтобы нас не снесло В сторону У кого пока это не получается У всех получается Ну хорошо Если не получается Больше инерция Тогда нам руки Почти не понадобятся И когда нас вынесло Туда Чатурангу И сделали Виньясу И с Акса Мухашванасаны Мягкий полет На колени к рукам Где здесь есть Для тех У кого получается Хорошо стойки на руках Ничего скажем Они здесь действительно есть И первые серии Делали со всеми Скажем так Наворотами Дай Бог каждому Там их хватает Вот Дальше идет Саламба Шершасана Стойка на голове Сразу Стойка на голове Здесь базовая Если кто-то хочет По тем или иным причинам Встать в такое положение Еще какое-то Их здесь нет И для длительного удержания Вообще В любом стиле йоги Стойка на голове Именно такая Когда мы можем Максимум веса Сместить на мышцы рук Все другие стойки Из бакасы Ну короче Их очень много других Они эпизодические Несколько циклов дыхания Стоять просто на своей шее Ну грубо говоря Даже 5-7 минут Тем более полчаса Это абсолютно не нужно И заведомо травма опасна Какая бы ни была шея Вот Поэтому Саламба Шершасана Делается Именно классическим образом Технологию Мы еще опять же разберем Кто вдруг не знает Но в принципе Суть Чтобы у вас не разъезжали С локти Жесткий был замок Чтобы вы хорошо Вытягивались вверх Пока просто пробуем Все стоят на голове Все стоят Хорошо Задача простоять Где-то Минуты 3-4 Часы как-то И будут неправильно Очень быстро Старайтесь пальцы не отрывать Они все время лежат на коже Мы просто Увеличиваем давление Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Заканчиваем на выдохе Через правую мёздрю Диму Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому